Всем привет! Эфир продолжит Афиша и я Наталья Пулина. О чем же расскажу вам сегодня? Конечно, о самых интересных культурных событиях этой недели, а также поговорим о том, что можно включить свои планы на новогодние каникулы. Но сначала мы с вами прогуляемся по гостиным дворам. В Архангельском краеведческом музее действуют постоянные экспозиции. Они погружают в Петровскую эпоху и научную деятельность великого ученого Ломоносова, переносят на охрану северных рубежей российского государства и на природные ландшафты северного края. Что касается временных экспозиций, то здесь тоже много всего интересного. Во-первых, выставка Архангельск Эмден 30, посвященная по братимским связям нашего областного центра с немецким городом. Или вот Мальчики с бантиками. Выставка рассказ о Соловецкой школе Юнг в годы Второй мировой войны. Это интерактивная площадка для детей и взрослых. А теперь о том, что ждет нас в новогодние каникулы. Ведь проводить старый год, встретить новый и окунуться в атмосферу Рождества в гостиных дворах уже добрая традиция. Для вас музей приготовил необычную и очень разнообразную программу. С январские каникулы ровно в 16 часов открывается музыкальное кафе. А это новогодний концерт кавер-группы Be Happy, джаз-мастерская Тима Дорофеева, Enjoy Party Band, So Rockin' Blues Band, Прекрасный город. Завершать череду праздничных концертов советские песни в джазе в исполнении группы Степановый оркестр. Все праздничные дни здесь будут проходить мастер-классы. Вместе учимся делать игрушки из войлока и кофе, расписывать камни и даже варить мыло. Для малышей здесь приготовили специальную программу. 2 января покажут сказку бременские музыканты. Ну а 7 января рождественский концерт в исполнении Be Happy. 3 и 5 января гостиные дворы приглашают ребят на интерактивный утренник с шоу-программой «Секретная служба Деда Мороза». Малышам есть что посмотреть и на этих выходных. Архангельский театр кукол приглашает на новогодний переполох. 21 и 22 декабря премьера спектакля про ворону, про корову, а еще про Рождество. Также маленьких зрителей ждет путешествие в Новый год на голубой стреле. Это спектакль по мотивам одноименной сказки Джани Радари. После представления малышей ждет развлекательная программа о новогодней елочке. Билеты в Страна Чудес уже в кассе театра кукол. С 13 декабря для Архангела Городцев открылся мир древнерусской живописи. Дом коммерческого собрания приглашает на выставку икон Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых на русском севере. Зрителям откроется мастерство крестьянских иконописцев и работы художников-реставраторов музея, восстанавливающих памятники древнерусской живописи. Выставка «Правила, веры и образ кротости» будет работать в Доме коммерческого собрания всего две недели. Не пропустите. Ну а в Узии, Малые Карелы начинается веселое новогодие. 15 декабря в своей двери откроет дом Деда Мороза и творческая мастерская, где гостей научат катать лишуконские и лепить поморские козули. Также начинаются и новогодние экскурсии. Дети помладше могут сходить в гости к Морозу Ивановичу. Ну а для школьников и взрослых – святки в северной деревне. В выходные в хорошую погоду в Малых Карелах можно прокатиться на ледовой карусели. Не забудьте, что праздничные гуляния начинаются ровно в полдень. Котландский драматический театр приглашает 20 декабря на спектакль «Баба Шанель». Это история о шести солистках ансамбля, которые собрались за одним столом, чтобы отметить 10-летний юбилей коллектива. Но что-то пошло не так. Начало спектакля – 18 часов, ну а билеты в кассе театра. Что же, я постаралась рассказать вам обо всем самом ярком и интересном. На этом у меня все. До встречи в эфире.